Всем привет! Перед тем, как начнется новый выпуск, я хочу вас всех сердечно поблагодарить за помощь, которую вы оказываете нашему каналу. Без этой помощи у меня не было бы возможности так много снимать. А теперь перейдем к теме нашего разговора. Давно назрела необходимость рассказать об индонезийском боевом искусстве пинчак-силат. И сегодня я предприниму попытку рассказать об этом боевом искусстве. Пинчак-силат – это довольно агрессивное, одновременно жесткое и мягкое, сугубо прикладное боевое искусство. Пинчак-силат – это общее название для более чем 800 школ, находящихся на территории почти 17 тысяч островов Индонезийского архипелага. Наибольшими из которых являются острова Ява, Суматра и Бали. Множество стилей силата насчитывается в Малайзии, ну около 150 школ. Слово пинчак-силат допускает множество вариантов перевода. Но, пожалуй, наиболее подходящим будет, где слово пинчак означает искусственное положение тела человека для самозащиты, а силат означает боевое применение пинчака. Пинчак-силат распространен на всей Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге. Техника силата представляет собой микс, состоящий из техник различных народов, проживающих на этих островах, а также находится под сильным влиянием соседей – Японии, Индии и Китая. Силат представляет собой сочетание защитных положений тела, техник рук и ног. А также бросков, заломов и техники работы с оружием. Я думаю, что базой для силата послужило индийское боевое искусство Калари Паяту с его сложными положениями тела и техник оружия. Они и сейчас остаются в техниках различных школ силата, как визитная карточка. Говорят, что история Индонезии началась с приходом из Индии истинного правителя – Аджисака, который прибыл на Суматру, это бывший остров Ява, и сверх местного вождя, который притеснял местных жителей. Вся Индонезии всегда находилась под сильным влиянием индийской культуры. В истории Аджисака остался как отличный пехтовальщик на ножах, и этим умением словились и его слуги. Индийские же техники дуэльного ножевого боя были адаптированы местными народностями – Батака, Бугис и Макасар – жителями провинции Южной Сулавеси, на острове Сулавеси. Самые древние упоминания о силате, как о некой боевой системе, приходятся на VI век н.э. Информация о распространении боевого искусства из островов Малайского архипелага и Сингапура. Миф создания Пича Ксилата говорит о том, что Пича Ксилат был создан женщиной, которая наблюдала за боем тигра и орла. Звали женщину Рама Сакана. Дальше она применила эти увиденные приемы в одной из стычек и победила с помощью них. Потом научила своего мужа Раму Исруну. В XIII веке Суматра подверглась нашествию монголов, и некоторые местные жители провели монголов к ним. Но местные жители, предводительственно своего вождя Родена Виджая, постали против оккупантов и прогнали их с помощью силата. Это было первое объединение империи народов Индонезии. Именно этот период считают расцветом силата. И именно в этот период боевое искусство Пича Ксилат переходит в руки элиты и становится закрытым для простолюдинов. Второй период расцвета силата пришелся на XVII век. На то время, когда торговля пряностями привела колонистов из Европы. Сначала были португальцы, потом голландцы и англичане. Голландская ост-индская компания окончательно закрепила свои позиции. Кстати, в 1678 году в Голландии и в Амстердаме выходит книга «Искусный борец» некоего Николаса Петера, в которой по положению тела легко угадываются техники пинча ксилата. Но засилием колонизаторов не были согласны опять же местные жители. И если голландцы могли удерживать города, то в деревнях процветала партизанская война. И основой этой партизанской войны были мастера силата. Кроме того, силат практиковали и местные пираты, которые грабили колонистов и торговцев. В 1630 году в Индонезии началось всеобщее освободительное движение, несомненной частью которого является силат и практикующий его. С этого времени силат находится под запретом у колонизаторов. Во время Второй мировой войны часть малайского архипелага была заклачена японцами, и только в этой части можно было заниматься силатом. Кроме того, японцы продвигали и свои японские направления. И они, несомненно, оставили след пыльных искусств в Филиппин и Индонезии. В короткое время пичах силат стал частью подготовки в армии. Он был виноват в конце, как в Геннерал Макарфур, с командой Филиппин. Он сейчас будет в бою для его славы и для его университета. Может, они физически маленькие, эти солдаты, но, с помощью своей армии, с помощью своей армии, и с помощью этой армии, с помощью своей армии, с помощью своей армии, они будут понимать так хорошо. Они будут быть мощными факторами, когда мы все вернемся к Макарфурам. Они будут поменять, что, в том числе, Макарфуре села его в руках, Тогда же была предпринята и первая попытка выйти из тени и создать первый учебник по пенчак-силату. Было это сделано двумя мастерами, они вобрали в этот учебник несколько направлений пенчак-силата. Местные же власти рассматривали всех мастеров-силата как бандитов. В свое время Яго, как назывались местные партизаны, гравили торговцев и колонистов. Сейчас уже Яго изображается как какие-то реденгуды, отбирающие доход у богатых и раздающие его беды. Тогда как голландские колонизаторы считали их обычными головорезами. После Второй мировой войны продолжилась борьба за освобождение от голландской колонизации. В 1945 году Индонезия объявляет о независимости. И в 1949 году Голландия признает ее. Мастера силата в этот момент служат новому президенту в качестве телохранителей. Эта традиция сохранилась до сих пор. Мастера силата голландского происхождения перебираются в Голландию, в Европу. Считается, что именно тогда в Европу впервые проникл Пенчак Силат. Сейчас Силат – это малазийско-филипинско-индонезийские боевые техники, объединенные общими принципами и оружием. Основное оружие – это палка из ротанга Тойя. Две палки, нож, их несколько, но на слуху наиболее известный – загнутый с внутренней режущей кромкой – керамбит. Мачете Именуемый паранг Порог – тяжелый нож Длиной от 10 до 20 дюймов Писау – короткий нож Дротик Томбат Меч И несколько предспециальных предметов типа серп, крюки Известно около 150 видов силата Хотя, думаю, их гораздо больше Просто некоторые техники все еще тайны для всех Ведь часто ученики учились не у одного мастера К тому же в каждой деревне был свой собственный стиль И свой собственный набор приемов Поэтому школа очень сильно зависит от того, где мастер обучался И от его предпочтений Основные стилии Риао, Минанг Кабао, Ява, Сунда, Бетави, Источники Ивары, Бали и так далее Как вы понимаете, известная Ивара Известная нам по японскому названию Дайдерю Акидзюцу Явно намекает на свое происхождение с острова Ява И действительно, стиль Бетави Имеет много схожих техник с Акидзюцу Но и имеет большие отличия И рано пока говорить, что было раньше и что из чего произошло Но больше похоже, что техники Дайдерю проникли на Филиппины во время японской оккупации Из-за большого распространения пенчак силата Техники стиля очень разнятся Где-то превалируют техники ног Где-то рук или бросков Кстати, хочу отметить Известный брунейский пенчак силат Ну, во-первых, тем, что бруней, находящийся внутри Малайзии Это султанат То есть мусульманская страна И стиль тоже имеет мусульманский колорит В этом стиле очень развитая работа ногами и по ногам С использованием заломов и рычагов А также в портере Стоит отметить, что в Индонезии много мусульманских государств Но ислам там особый, суфийский Поэтому и мусульманские стили пенчак силата называются суфийскими Обучение базируется на формах Юрус Которые служат обучению правильной постановке шагов И правильному перемещению А также постановке корпуса и правильной позиции тела Правильное положение тела Правильное перемещение Правильные шаги Вы наверняка сразу заметите, как осторожно мастер делает формы Как бы балансирует вокруг своего центра тяжести Этот неповторимый почерк и есть визитной карточкой всех стилей пенчак силат Это делается не просто так Малайцы не крупные люди А именно такое построение структуры во время выполнения техник И является самым оптимальным Когда дает максимальное преимущество исполняющему И когда техника работает с максимальной отдачей В атаке и защите используется все тело Основные удары наносятся рукой Пухуль И ногой Тенданк Кроме того, для ударов используются кулаки Ладони Предплечья Локти Колени Плечи Стопы Даже пальцы Но все это разнится от стиля к стилю Кто-то предпочитает удар кулаком, а кто-то хлопает ладонью Также в стиле много финтов и отвлекающих ударов Для меня лично очень интересно видеть техники атак ногами ног И перехода, перевода противника в порте с помощью ног И использование их там Защита в силате использует техники блокирования Отклонения атаки А также перевода И конечно для этого может использоваться любая часть тела Наличие внешне похожих на танцевальное Традиционных движений Бунго Что в переводе означает цветок За которыми скрываются грозные боевые приемы Буах Что в переводе означает плод Также являются характерной чертой пинчак селата Вообще складывается впечатление Что либо селат это то самое место Где родились все боевые искусства мира И это то самое недостающее звено Между индийскими боевыми искусствами И боевыми искусствами востока Либо они вобрали в себя все эти техники гораздо позже Но факт остается фактом, что китайское оружие И некоторые китайские стили попали туда напрямую из Китая Индийские техники из Индии И базой для всех техник является Калари Паяту Сейчас из пинчак селата создали спортивное направление По традиционной схеме Защитное снаряжение Техники ударов руками и ногами Плюс броски и подсечки Но все же главным и самым ценным для нас остаются традиционные школы пинчак селат Сохранившие для нас особые техники Болевых, рычагов, сочетания ударов, прыжков И специальных техник противодействия Как безоружному противнику, так и вооруженному Ну вот пока у меня по пинчак селату все Большое спасибо вам всем за внимание Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте конечно Делитесь моим видео с друзьями И все так же жду от вас посильной помощи И до новых встреч Всем пока После окончания Второй мировой войны Продолжилась борьба за освобождение Индонезии от колонистов От голландской колонизации После Второй мировой войны Продолжилась борьба за освобождение от голландской колонизации После Второй мировой войны Продолжилась борьба за освобождение от голландской канали... Тьфу, чёрт! Цивилизации, канализации Но не колонизации Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»